Друзья, сегодня поговорим о головной боли. Очень частой жалобой является головная боль. Но не стоит отчаиваться, сразу паниковать, порой изменив образ жизни, найдя возможности для отдыха, это все можно устранить. Но иной раз нужно и попринимать некоторое время лекарства. Цифалгия, головная боль считается первичной, если она не спровоцирована другими более серьезными заболеваниями. Самые распространенные причины головной боли – это головные боли напряжения, когда боль вызывается напряженными мышцами в плечах, шее и волосистой части головы и челюстях. Они могут быть связаны со стрессом, депрессией, тревогой, травмой, другие причины могут быть. Как правило, возникают с обеих сторон и часто начинаются с задней затылочной области и распространяются уже впереди. Может боль быть от нажатия на участки головы, в плечах, шее и челюстях. Также может чувствоваться тупая боль. Мигрень. Что такое мигрень? Иными словами, это вегетососудистый пароксизм. Это не заболевание, это функциональное расстройство, в основе которого лежит нарушение регуляции сосудистого тонуса. Фактически это пограничное состояние между здоровьем и болезнью, при котором своевременная диагностика, правильное подобранное лечение позволяет полностью восстановиться и вернуться к нормальному образу жизни. Хотя мигрень может появляться в любом возрасте, начиная от 10 лет в период до 30, и может исчезать после 50. Как правило, чаще мигренью страдают женщины. Существует даже мнение, что развитие мигрени может быть наследственно обусловленным. Головная боль при мигрени, как правило, сильная, сильнее, чем головная боль, напряжение. Выделяют две основные формы мигрени. Это без ауры, аура – это предвестники. Простая так называемая мигрень и мигрень с аурой. Без ауры простая мигрень – это наиболее частая форма. Она встречается примерно в 80% случаев. Что же такое аура? Это комплекс местных неврологических симптомов, предшествующих приступу боли или возникающих на высоте боли. Для мигрени с аурой характерна полная обратимость симптомов ауры. Ни один из симптомов не должен длиться более 60 минут. Длительность светлого промежутка между аурой и головной боли должна составлять тоже не более 60 минут. Наибольшие сложности возникают при дифференциальной диагностике мигренозной ауры с приходящими нарушениями мозгового кровообращения. Важнейшее здесь значение имеет повторяемость ауры и ее временные характеристики и сочетание с типичными мигренозными головными болями и семейный анамнез. В зависимости от характера местных неврологических симптомов, возникающих во время ауры, выделяют несколько ее форм. Самая распространенная – офтальмическая, проявляется зигзагами перед глазами, искажением зрительных восприятий. Также могут быть косоглазия, двоение в глазах, слабость в конечностях с одной стороны и с другой, головокружение, нарушение координации, шаткость при ходьбе. Особой формой мигрени является вегетативная или паническая мигрень, которая сочетается с панической атакой и приступ начинается именно с мигренозной типичной атаки, но провоцирует возникновение страха, паники, тахикардии, ощущение нехватки воздуха. Возможен подъем артериального давления. Кроме того, может быть дрожь, общая слабость и полиурия, то есть мочи и спускания большими порциями. Паника, ассоциированные симптомы являются вторичными по времени возникновения по отношению головной боли. Мигрень возникает, вот хочу отметить ваше внимание, сконцентрировать, когда артерии, идущие к оболочкам головного мозга, сперва сужаются, а затем расширяются. Многие задают вопрос, ну что ж такое мигрень, как она вообще, как это происходит. В результате раздражаются болевые рецепторы, расположенные вокруг. Какие причины могут вызвать сжатие и последующее расширение кровеносных сосудов? Неизвестно. К сужению может приводить снижение крови, концентрации такого вещества. Вот серотонин сейчас очень известный, даже для обывателей. Это вещество участвует в передаче сигналов между нервными клетками. Это нейромедиатор. Поэтому и забегу вперед, терапию можно подобрать, такую, которая будет именно взаимодействовать с этим веществом. В редких случаях основной причиной мигрени бывает порог развития кровеносного сосуда. У таких пациентов головная боль почти возникает всегда в одной и той же половине головы. То есть типичная такая характерная. Однако большинство людей нахватывает всю голову. Основные симптомы мигрени. Преступообразная, пульсирующая боль. Болит пол головы. Это классика. Но может и вся голова длиться от 4 до 72 часов. Боль усиливается при физической нагрузке, наклоне головы. Сопровождается тошнотой, рвотой. Яркий свет, звуки какие-то сильные, запахи. Всё это усиливает головную боль. Хочется обхватить голову руками, спрятаться, затаиться где-то в тихом, тёмном месте. Часто пациенты перевязывают голову полотенцем, прикрывают больную сторону. Если вы испытывали такое состояние как минимум 5 раз, у вас мигрень. Иногда бывает двусторонняя мигрень. Для мигрени характерно наличие хотя бы одного сопровождающего симптома. Это тошнота, рвота, фонофобия, то есть непереносимость громких звуков, фотофобия, непереносимость световых раздражителей. Мигрень при беременности. Хочу сказать, вот что исследования показали, что в течение первого триместра беременности зачастую мигрень проходит. Постоянно это всё зависит от того, что постоянно меняющийся уровень эстрогена и прогестерона оказывает положительное влияние. Однако после родов приступы могут возобновиться. По поводу кластерной головной боли ещё хочу сказать, кластерные головные боли – это одни из самых болезненных типов головных болей. Они мучительные, колющие, проникающие, сосредоточены вокруг глаз, как правило. Приступы происходят очень внезапно, без предупреждения, с пиком в течение 15 минут. Кластерные боли отличаются от мигрени, не к поведениям больного. При мигрени пациент хочет прилечь, уснуть, побыть в одиночестве, избегает шума, света. При вспышках пластерной цифалгии человек не находит себе места, он беспокойный, ходит кругами по комнате, выбегает на улицу, не может сидеть на одном месте и заниматься обычными делами, спать, он взвинченный, раздражённый, агрессивный. Ещё по поводу такого интересного феномена, как абузусные головные боли, немногие об этом слышали и знают. Ведущим теологическим фактором абузусных головных болей, иначе их называют лекарственные или рикошетные. Так вот, ведущим фактором является нерациональный приём, акцентирую внимание, обезболивающих препаратов для лечения головной боли, там, мигрени или головной боли напряжения, или каких-то других. Спровоцировать развитие этой патологии могут бесконтрольный приём нестероидных, противовоспалительных, опиатов, эрготамина, кофеина, кодеина, трептанов, могут даже антигистаминные препараты, комбинированные тоже. Главный фактор риска – это регулярный приём вышеуказанных медикаментов. Важно то, сколько дней в месяц пациент принимает тот или иной препарат. В диагностических критериях абузусной головной боли речь идёт о применении определённого лекарственного средства в течение хотя бы 10 дней и более в течение одного месяца. Или минимум 2-3 дня в неделю, 3 месяца подряд. В случаях чередования частого использования препаратов с длительными периодами без них развитие подобных головных болей маловероятно. Ещё один тип головных болей – это синусные головные боли. Боли в передней части головы и лица, происходящие чаще всего из-за отёка в носовых проходах. Такие боли усиливаются, когда пациент наклоняется вперёд и просыпается утром. На сегодня пока достаточно. В следующем ролике я попытаюсь рассказать о помощи таким пациентам. Будьте здоровы! До новых встреч!